Ждет кровавый военный переворот, вряд ли ждет кашемировая революция, но может ждать вазелиновая коррекция. Это я отсылаю к расслабленным булкам, о которых мы все время говорим. Извините, резиновая попа. У страны уже нету, все разбомблено. А зачем вы разбомбили по страны? А потому что вы убиваете людей, вы не имеете на это права, никто не имеет права никого убивать. Вы в Доме профсоюзов людей в Одессе сожгли. Зачем вы это сделали? Это было преступление. Вообще убивать человека никто не имеет права, каждому дана жизнь. Я соглашусь. А почему тогда этих преступников, которые их убили, вы не выдаете нам, чтобы мы их судили? Почему? Так а мы пришли в вашу страну наказать, чтобы у вас не было этого наказания. Почему вы этих преступников, которые в Одессе все это организовали, прячете у себя в стране и не даете нам, чтобы мы их посадили в тюрьму? А кто это сделал? А вы знаете, кто это сделал? Да, конечно. Полковник Фучаджи, майор Баделан, Албу, который туда заманил людей. Я его называю фамилии даже. Я же, я с Одессы, мы это знаем. Каждый, чем занимался, каждый, чем, что 2 мая было, мы по часу, поминутно разобрали уже. А говорят, что футбольные фанаты сожгли это нам, что их тронули там что-то, они сожгли потом этот профсоюз. Что значит тронули? 6 человек убили, нифига себе, тронули. Они пошли разбираться, но сначала, когда начался пожар, это превратилось в спасательную экспедицию. Нападающие превратились в спасателей. Подожди, я не закончил. В здании было примерно 500 человек. Вот мы все 500 спасли, а 46, 42 вернее, не спасли. Хорошо, а у вас есть такой лозунг в Украине, Украина превыше всего? Да, конечно. А что тут такого? Скажите, пожалуйста, когда одна страна провозглашает себя выше других стран, это и есть нацизм, правильно? Когда одна страна провозглашает себя выше других, это говорит, Украина превыше всего? Украина, все, слушай, для украинцев, для украинцев государство Украина превыше всего? Что тут плохого? А, ну то есть вы провозглашаете свою Украину превыше всего? Для нас она превыше всего. Для нас, для украинцев, не для вас, не для американцев, не для англичан. Для нас, для украинцев Государство Украина Что тут плохого? У вас есть такой лозунг Все будет Украина Вы не говорите, что именно Украина Вы говорите, что все будет Украина В Украине у нас все будет Украина Тогда говорите, что в Украине А не говорите, что все будет Украина Мы на весь мир не претендуем Еще раз говорю, у нас в Украине Все будет Украина У вас нацистские лозунги Так что мы пришли наказать нацистов Вы нацистские лозунги? У вас, да А что вы в этом нацистского? Почему дети кричат москаляку? Зачем они это? Пульсом это не кричат, еще лет 10 назад кричали Я много раз это слышал Дети, которые не понимают ничего, 5 лет, 6 лет А родители уже учат нацистским лозунгам Москаляка, это что такое? Это не нацистский лозунг А ты много видел? Ты москаляка? Я нет, я русский человек Ты москаль? Нет Зачем они тогда говорят? Зачем детей учить? А что такое? Переведи на российский язык Что это значит? Что? Ну геляка это ветка, на ветку Это с российским оккупантом переводится Ну а зачем детей этому учить? С раннего детства, зачем вбивать в голову Им вот этот нацизм? Это нацизм Это не нацизм Это нацизм, когда одна страна провозглашает себя выше другой Где ты видел, чтобы Мы провозглашали себя выше другим У нас, например Вы говорите, что Украина превыше всего Превыше всего Для украинцев государство Украины превыше всего Что это такого? Вы превозглашаете себя превыше других остальных наций Вы говорите, что Украина превыше всего Еще раз я тебе говорю У нас все украинцы У нас все украинцы Вы превыше себя превыше всего Украина Это государство. Для нас оно превыше всего. Что-то такого. Для вас оно превыше других стран. И выше других стран. Для нас, украинцев, да. Украина превыше любых стран. И что тут такого. Значит, у вас нация превышает себя выше других наций. Это не нация. Это не нация, а государство. Не нация. У нас здесь наций много. У вас нацистское государство. И все. Нацистское государство это у вас, а не у нас. У нас живет в стране более 80 наций И мы даем людям работу Подожди, подожди, подожди А что, Гитлер не давал работу? Он убивал людей И вы убиваете людей? Нет, мы не убиваем людей А зачем вы пришли сюда, в Украину? Для какой цели? Уничтожать Наши земли забирать Украина это наша Такой страны, как Украина, нет Вот видишь, ты отрицаешь наличие Целого народа, украинцев Ты обычный нацист Такой страны нет Вот ты сейчас сказал Обычный нацистский лозун Я говорю, где границы Украины? Прописаны, да, конечно У нас в договорах прописаны с разными странами С вами прописаны Одни границы С Беларусью, другие координаты С Польши, третьи координаты С Чехословакии, четвертые С Венгрии, пятые С Румынии, шестые У нас с каждой страной С каждой страной Включая вашу Прописаны свои координаты Границы Вот то, что у вас сейчас происходит То, что у вас происходит сейчас в стране Почему мы это делаем? Для того, чтобы у нас это не происходило Понимаете? Просто у вас сидит обезьяна с гранатой И она за Чукубой дернула рано или поздно Это же обезьяна у вас Подожди Понимаете, с гранатой Я про президента Подожди Когда вы напали на Украину? Какого числа? Мы зашли в вашу территорию 24 февраля Нет, 20 февраля 24 февраля На медали 20 февраля Ладно, хорошо 20 февраля 20 февраля 2014 года А, 2014 года мы зашли Почему вы убивали там людей? В ЛНР, ВДНР людей вы там убили Если вы бы Смотри Если вы бы туда не пришли Не погиб бы ни один человек Ни один А, до этого вы не убивали Понимаете, чужих детей В 2012 году почему никто не погиб? В 2011 году почему никто не погиб? Хорошо Что нам мешало? Тихо, тихо, тихо Кто убивал людей? Подожди, подожди Почему в 2012 году никто не погиб? В 2013 никто не погиб? Почему? Так вы начали ухать Здесь в 2014 году Я говорю А почему? Еще раз говорю Как вы пришли в 2014 году И так начали гибнуть люди Нет, мы защищали людей Первый погибший на Донбассе Наш майор в СБУ 13 апреля 2014 года После того, как Гиркин захватил славянцев Кто детей убивал? Вы? Вы? А, мы убили Конечно Вы же захватили туда Поэтому все, что там на захваченной территории Вы убивали? Вы же захватили этот кусок территории Вы? Понятно Мы поживем Поэтому за убийство людей на захваченной территории Отвечаете вы? Кстати Как ты думаешь Почему на вашего президента Уже выдан ордер на арест? Мы к этому не относимся никак Нам плевать на эту гагу Даже так же, как Америка Мы не считаем это Мы не вправе не считать ее Так же, как Америка Нам хулиет этот арест Ты в этом уверен? Да Точно Считай, да Я в этом уверен Ты в этом уверен? А почему? Сейчас Почему же они приедут в Россию Если он военный при студии Почему они приедут в Россию и его не арестуют? Ваши вооруженные силы не дадут? Потому что не имеют права Потому что наша страна не считается с ГАГой Вообще Это же не важно Это, смотри Это, немцы тоже не считались Нюнбергом Ну и же судили и повесили Этот, как его Каддафи Каддафи, когда получил Это такой, точно такой же ордер Ордер, как на арест Как и Путин Через сколько месяцев Его на куске порвали Народ? Через сколь? Через то ли 4, то ли 5 месяцев Его порвали на куске Каддафи тоже не верил в этот суд И где Каддафи? Каддафи 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 Каддафи